Приветствую тебя, дорогой зритель, с тобой рубрика Кабачок. Хромаки пока решил особо не использовать, дабы успокоить людские страдания от моего умения использовать его. Изначально я собирался сделать более подробный обзор на то, какие культуры можно сажать в марте, но так получилось, что по времени я затянул, и я тогда расскажу вкратце насчет овощной культуры, которую можно сеять в марте месяце. Возможно, как-нибудь в другой раз сделаю обзор на то, какие овощные культуры можно сеять в апреле месяце. В марте месяце сеются в первую очередь капустные. Различные виды, включая белокочанный, краснокочанный и другие. Можно сеять мангольд, некоторые другие овощи и так далее. Ну что ж, а теперь, как я и обещал... Алеандро декоративный кустарник, родом из Индии. Высотой 2,6 метров, цветет красными, белыми, желтыми и розовыми ароматными цветами. Также применяется в медицине. Ядовит везде, во всех частях и органах. Содержит вещества, вызывающие диареи, колики, рвоту и даже способствует остановке сердца. Есть версия, что опасен и дым от него при огорении. Исмандринета считается символом Хиросима. Монсенеллое дерево, высотой 15 метров, произрастает в Центральной Америке, Колумбии и Нью-Суэле. Опасен везде. В связи с содержанием молочного белого сока, она опасна и тем, что при попадании на кожу, даже капли вызывают волдыры, отек, дерматит или ожог. Думаю, поэтому его называют маленьким яблоком смерти. Вверх 2,5 метров растения с белыми соцветиями и зонтиками, растущие на лугах и во влажных болотчицах почвах. Три четверти вида содержит сильнейший токсин, разрушающий клетки мышечной ткани и развивающий острую почечную недостаточность. Бругмансия белоснежная. Такой, казалось бы, красивый полукустарник содержит в себе психоактивные вещества. 3-11 метровой высотой растения произрастает в Южной Америке. Ядовит везде, даже семена. Человек, попробовав такое растение, обрекает себя, по сути, на сильнейшие страдания, какие могут быть. Его тело начинает заболевать различными болезнями, ощущаются галлюцинации. В конечном итоге это может привести к смерти. А гератины высочайше. С одной стороны, уроженец в центральной части Северной Америки. Используется в медицине, но с другой стороны, это полтора метровое растение, способное за счет содержащегося в нем токсина, вызывать при попадании внутрь организма рвоту. Сутрики нарушают процесс в кишечнике. Кроме того, съев мясо животного или выпив молока, в котором содержится этот токсин, также можно отравиться. Полутораметровые растения произрастают в Северной Америке, Европе и Западной Азии. Содержат в себе вещества, особенно в плодах и корнях, которые при попадании внутрь делают из человека, скажем так, шизофреника. Человек боится света, отвергает природу. У него нарушается речь, и в конце концов, потеря сознания и смерть от паралича дыхательного центра. Произрастающий в Евразии и Северной Америке многолетник не только хорош в медицине и садоводстве, все же он опасен тем, что при попадании внутрь он вызывает понос, тошноту, рвоту, головокружение, затруднительное дыхание, растерянность и головные боли. Так или иначе, есть риск умереть. Стоит отметить, что и при попадании на кожу он может отравить человека, всасываясь через кожу. Не так просто это вечно зеленое тропическое растение, а точнее весь его род, носит название в честь мифологического пса из Древней Греции. Да даже вещество называется церберин, что задержится в растении. Оно блокирует электрические импульсы в организме. Дым при сжигании данного растения также опасен и можно сильно отравиться и умереть. Данное растение выходит из Индии. Растение высотой до 10 метров. Вещество, содержащееся в растении, при контакте с открытыми ранами и глазами вызывает ряд симптомов отравления. Через несколько дней наступает смерть. Та самая, что еще в прошлом году я выращивал у себя на участке. Это 10-метровое растение, опасное тем, что содержат ядовитые вещества, в малых досах способные убить человека. Стоит отметить про коробочки с семенами, которые могут вызвать проблемы с животом при их употреблении. Так что если у вас есть дети и вы бы не хотели их отравлять, держите клещевину подальше от их глаз. Не позволяйте своих детей обрабатывать! Иногда этот многолетник любит есть животные, например, коровы. Но вот для человека пасконник есть самый настоящий яд, проводящий к тремору мышц и приводит к смерти. Исторический пример. Мать Авраама Линкольна, однажды выпив молока от коровы, что съела пасконник, умерла от отравления. Типичная куриная слепота, как мы еще и называли в детстве. Так вот, эта куриная слепота не только вызывает сильное раздражение кожи, но и смертельное ядовитое при попадании в пищу. Полученный результат гибридизации чудовища сбежало из своей лаборатории задолго до ковида. Оно успело охватить Европу, а также страны СНГ, включая Россию. Опаснее всего оно на свету, так выделяет сок, вызывающий сильные ожоги на коже, а глаза при попадании этого сока лишаются напрочь зрения. Типичный обитатель лес. Вполне себе декоративный и привлекательный своими ягодами. Только уж больно оно ядовит. Так что если ваши чады когда-нибудь по встрече с этим растением попробуют его ягоды, можете смело считать, что стало на одного члена семьи меньше. Близкий родственник мангового дирова обитает в Китае и Японии. Является одним из самых опасных растений. Всему виной смело дирова, оставляющая на коже после себя сильнейшие незаживаемые ожоги. Если вам удавалось побывать вживую в роли индейца, то наверняка вам знакомо такое растение, а также его способность при попадании в кровь, вызывать остановку дыхания и неминуемую смерть жертвы. Сразу название можно понять, что данное растение способно немало добавить хлопот. Впрочем, шаманы многих народов часто использовали это растение в своих ритуалах. Дурманит данное растение за счет аромата цветков. Если устроить педитозировку, можно нарваться на смерть или кому. Спасибо за просмотр. С тобой был Голебовский. И буду рад, если ты поделишься этим видео, поставишь лайк или дизлайк, и напишешь комментарий или отзыв. А еще увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok